Всем привет, я Сережа, и сегодня я буду рассказывать о применении машинного обучения в задачах сейсмической интерпретации. Прежде всего, нужно очевидно сказать, что же такое сейсмическая интерпретация. Основная задача этой части обработки сейсмики – это насаждение нефти на уже собранном кубе амплитуд. Для того, чтобы это сделать, нужно построить структурную модель. И, в свою очередь, для того, чтобы сделать структурную модель, нужно выделить опорные поверхности – горизонтальные и вертикальные, плюс целый ряд подземных фаций. О том, как это делается, мы сейчас и поговорим о каждом из этих этапов. Первый из них – это выделение сейсмических горизонтов. Сейсмический горизонт – это явно видимое глазом отражение насейственника, которое знаменует собой переход между различными породами. Это отражение важно для нас, потому что вдоль него сохраняются свойства. Например, если мы знаем распределение скоростей в одной точке, то мы можем его проинтерполировать на всю площадку шахта. При этом сейчас выделение горизонтов идет в полурочном режиме. Сейсмик руками ставит несколько опорных точек, на картинке их можно увидеть зеленым, и затем какой-нибудь алгоритм продлевает их до красной линии. Проблема в том, что алгоритмы несовершенны и не могут выделить весь горизонт. Любая зона с шумом, с разломом или с отсутствующим сигналом эти алгоритмы ломает. Поэтому, например, розовая часть этого горизонта не выделяется. Кроме того, обычный участок – это несколько тысяч километров, несколько тысяч квадратных километров. И поэтому выделение нескольких опорных горизонтов занимает от месяца до года работы опытного сейсмика. Кроме огромного количества времени, которое тратится на это, в результате выделенные поверхности содержат большое число ошибок. И это, естественно, при таком объеме работы. Каждая из этих ошибок может привести к неправильной структурной модели. Структурная модель неправильная может привести к тому, что мы некорректно поставим скважины, и это ведет к тому, что компания теряет огромное количество денег. Ко всему этому прилагается тот факт, что сейчас нет никакой автоматизированной процедуры оценки качества горизонтов. В лучшем случае собирается экспертный совет, где такие же геологи сидят и смотрят глазками на этот огромный горизонт. И понятное дело, что такая процедура и занимает кучу времени, и отслеживает далеко не все ошибки. Естественно, для того, чтобы разрабатывать модели машинного обучения, нам нужна нормальная метрика. Метрика, которую мы сможем быстро посчитать без участия людей, особенно сейсмиков, и которая будет более или менее правильно оценивать, какая из наших моделей лучше выделяет горизонт. Понятное дело, что мы не можем использовать никакие традиционные для машинного обучения метрики вроде MSE, потому что, во-первых, они сравниваются с таргет горизонтом, который может быть не всегда очень хорошим, и, во-вторых, они никак не учитывают волновое поле. Поэтому мы разработали алгоритм, который сравнивает распределение амплитуд вдоль горизонта, и затем сравнивают каждые точки распределения амплитуд. В результате мы получаем карту, в которой чем зеленее, тем горизонт лучше прослежен в этой точке. Здесь мы видим как отдельные тонкие полоски красные, так и целые области, заполненные красно-желтым цветом. Некоторые из них соответствуют разломам, которые представляют собой технические сдвиги, то есть места, где амплитуды по умолчанию сдвигаются. Теперь, вооружившись какой-то метрикой, с помощью которой мы можем оценивать наш прогресс, можем перейти, собственно, к выделению горизонтов с помощью нейросетей. Первый подход, который приходит в голову и который мы реализовали, это обучение на нескольких кубах и нескольких горизонтах с тем, чтобы делать предикт на новое месторождение. Проблема этого подхода в том, что мы не контролируем, какие горизонты мы получаем на выходе. И обычно сейсмику нужен какой-то совершенно конкретный горизонт на новом месторождении. И здесь мы не гарантируем, что его модель сможет выделить. Поэтому эта моделька полезная, но ее не всегда достаточно. Для того, чтобы исправить этот недостаток, мы разработали следующий подход. Эксперт берет и размечает горизонт на суперразряженном каркасе. И затем мы с помощью нейросетки интерполируем его на всю площадь месторождения. Таким образом мы избавляемся от всех недостатков предыдущего подхода. Мы конкретно знаем, какой именно горизонт хотим выделить, и поэтому модель только это и делает. Плюс в качестве бесплатного бонуса мы учим модель на той же самой геологии, на которой ей предстоит работать. И это очень сильно докидывает в качестве. Теперь перейдем к самой сетке, как она выглядит. Естественно, что задачу мы ставим как бинарную сегментацию и генерируем данные из куба, то есть сырую сейсмику. А на выходе хотим получить размеченную маску с горизонтом. Тут нужно отметить, что сейсмические кубы это достаточно массивный объект. Это обычно сотни гигабайт до терабайта, поэтому здесь нужно очень аккуратно обращаться с тем, как эти данные хранятся, какая используется инфраструктура и как мы генерируем из них отдельные кропы, на которых обучаем 3D или 2D сетки. Но об этом я скажу чуть попозже. Пока скажу об архитектуре. Для того, чтобы подобрать правильную архитектуру, мы исследовали несколько тысяч, провели несколько тысяч экспериментов, в результате которых определили оптимальные блоки, лосс, оптимайзер, параметры для каждого из слоев и так далее и тому подобное. В результате архитектура получилась очень похожа на DeepLab F3+, плюс все дополнения из других топовых архитектур для бинарной сегментации. Но даже такой мощной сетки не всегда оказывается достаточно для полноценного выделения горизонта и иногда у нас в поверхности получается несколько небольших выручек. Для того, чтобы их заполнить, мы придумали еще одну сетку, которая осуществляет постпроцессинг на уже выделенном горизонте с предыдущего этапа и отличается она от предыдущей тем, что в нее мы подаем не только сырую сейсминку, но и кусок истинной маски для горизонта. Таким образом, эта сетка умеет зашивать все дырки, на выходе получая горизонт, который покрывает натурально все месторождение. Всю эту методику мы протестировали на всех архивных месторождениях, до которых смогли дотянуться и результаты следующие. Если бы люди 15, 20, 25 лет назад использовали нашу технологию, то структурные модели были бы гораздо лучше и здесь лучше напрямую выливается в большее количество денег для компании. Поэтому сейчас в каждом из текущих проектов используется наша методология. С этим связана и проблема. Сейчас мы общаемся с проектной командой и они нам передают кубы и каркасы для горизонтов, мы их через какое-то время интерполируем и передаем обратно. Здесь возникает много ненужных затрат на коммуникацию между ими и нами и поэтому сейчас мы разрабатываем отдельное приложение, в котором будет большая кнопка для того, чтобы сейсмик мог, не прибегая к нашей помощи, проинтерполировать горизонт на всю площадь, не тратя лишнее время на коммуникацию. Ну и резюмировать историю с горизонтами хочется следующим примером. У компании есть самое сложное месторождение, на котором интерпретация сейсмики идет уже много лет и много это больше, чем три. Наша модель сумела выделить в два раза больше по площади горизонт за буквально несколько часов, при этом его качество превосходит качество горизонта, который выделяет человек. На этом с горизонтами пока остановимся и перейдем к другим видам структур, которые нужно выделить на сейсмике. Первый из них это теханические зыги и это вертикально админированные разломы. Единственная по большому счету разница в этой задаче и задачи с выделением горизонтов, это то, что эксперту не нужен конкретный из этих разломов. Ему нужны все или максимальное число разломов, которые моделька может выделить на сейсмике. Соответственно, в этой задаче мы смогли обучить одну универсальную модель, которую применяем на каждом из новых месторождений и нет необходимости размечать каркасы и обучаться индивидуально на каждом из новых лицензионных участков. При этом весь инструментарий в плане сеток и генерации данных из кубов, он почти такой же, как и в задаче с выделением горизонтов, поэтому эта часть по большей части переиспользуется. И аналогичная на самом деле история происходит с сейсмофациями самого разного вида. Это какие-то плоскопараллельные отложения, рифы, конуса выноса, подземные русла рек и так далее и тому подобное. Это в геологической точке очень сильно разные структуры, но с точки зрения машинного обучения это не более чем какая-то разметка внутри сейсмического куба, разве что в некоторых случаях она представляет собой не бинарную сегментацию, а мультиклассовую сегментацию, но 90% инструментов, которые были разработаны нами в задаче выделения горизонтов, можно использовать и здесь. Кстати говоря, про инструменты. Все они лежат в одной нашей общей библиотеке в открытом доступе и в ней же находится огромное количество примеров того, как использовать эту библиотеку для различных задач сейсмических интерпретаций. При этом, наверное, главный ее плюс это специальный формат для работы с сейсмическими данными. Обычный нативный формат сегуай, который используется всеми сейсмиками, совершенно не приспособлен для задач машинного обучения и он не ориентирован на то, чтобы быстро генерировать из него данные. Наша же штука как раз на это ориентируется и поэтому вместо того, чтобы обучать модельки сутками, как было, например, в начале нашей работы, сейчас на это уходят минуты, максимум полчаса. При этом, несмотря на то, что наш фреймворк ориентирован на работу с геологией, его супер легко чуть-чуть изменить для того, чтобы он работал с любыми 3D данными. И поэтому, например, я сам использую его для того, чтобы поучаствовать в каких-нибудь хакатонах и каглах на тему медицинских изображений, либо лидарных съемок и всего, что хоть как-то похоже на 3D сегментацию. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо.